Выиграй крутые призы уже сейчас! Выбери коробку, открой ее и гарантированно получи один товар! Чем дороже коробка, тем ценнее призы внутри! Ты можешь открыть одну коробку в день полностью бесплатно! Проиграть просто невозможно! Уже более полутора миллионов человек испытали свою удачу! Поспеши! Сейчас действует акция плюс 20% к первому депозиту! Сранбокс выигрывает каждый! Всем привет! Привет, Руси! Руси, сегодня от тебя ждут трюка! Все ждут трюка от тебя! Привет, Далер! Все нормально, жизнь хорошо! Все, брат, я пойду! А этот парень... Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! О, блядь, я ору! Ха-ха-ха! На связи, брат, у тебя с ключами ключи только от нее, да? Да... Ты во сколько говоришь? Слушай, я схожу вот к Зубному, да и все, наверное... А тебе там много? Нет! И пиши мне, если что! Ну давай, давай, давай! Да... Слушай, я вон хорсеру выкину. Я вон хорсеру выкину. Верю, братан! Субтитры сделал DimaTorzok Касик, привет, Касик, пригоняй, я тебя давно жду, ты же знаешь Как ты вообще, брат, как ты сам? Какой чил на Новый год? На Новый год, да не знаю даже Пока нет плана Привет, Кристиан, как ты, брат, как ты, брат? В ноябре дропну вам новый сингл Дроп на новый сингл в ноябре Очень хорошо, брат Мучо тьемпо не видел тебя Мучо тьемпо Мучо тьемпо Книга Крths какая средняя зарплата в барселоне 700 800 евро как тебе новая песня я не слушал сколько повара в барсе получают очень много если ты хороший повар то прошу милан слушайте оказалось не так просто получить документы мне потому что у меня отсидка горит в европе но я слава богу нашел юрист хорошую она занимается уже чисткой меня в испании и скоро я уже получу эти документы вонючие ненавижу эти бумажки я не успеваю всем отвечать темыч не знаю когда приедет у него там дел по горло он зарабатывает молодец что за вопрос ты в оригинальном шмоте ходишь нет я фейк покупаю я одеваю на себя фейк что за вопрос блять барселона онлайн уздай уздай спеки хорошо вот в ноябре дроп ну на новый трек сингл пса зовут сатурн сати как певица сати казанова была такая вроде как сейчас сатурн зовут как планета кто ты есть по масте дружище сте такие вопросы будешь задавать в кругу взрослых людей с тебя будут смеяться не нам такие вопросы задавать погода погода хорошая не не жарко и не холодно погода знаете прям идеальная вообще погода суперская а и 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 тебе привет и и и и и а и и и и и катаюсь не так часто как хотелось бы кустя поехал на магбу гасить доски только доски в марте появятся новые и марвел и дисси я не выбираю ничью сторону какая тачка у тебя какие у тебя трусы бля чего за вопрос чем вы вообще по жизни интересуетесь блядь у кого больше денег то чего блядь достиг больше по жизни да вам это интересно я не игнорю нормальные вопросы я не вижу нормальных вопросов я ни одного вопроса нормального не увидел ни одного наруто или боруто я не смотрел боруто но наруто мне очень нравится дядька как быть если нашли крупный вес травы в следующий раз сделать так чтобы его не нашли кем я хотел стать в детстве наверно тем кем стал тем и хотел с кем планируешь записать фид сейчас общаюсь по поводу коллаборации с худрич пабл хуаном и кей глаком но пока непонятно как все будет у меня есть контакт я работаю с их продюсерами и пока поясняю как там что можно сделать в 21 я общался как долбоеб был очень высокого мнения себе клипа на только взгляни пока непонятно когда будет потому что мы ищем режиссера для клипа насчет игр red dead redemption я почти прошел наверно и спайдер мена я прошел потом да и все пока не так часто играю как хотелось бы я люблю игры особенно крутые игры я занимался с баскетболом в детстве я играл за спартак за 89 год и потом и 2007 году на baltic games я занял второе место по фристайл но я за не занял первое потому что я не умел крутить мяч на пальце это подвело меня учился в школе не очень хорошо учился не очень хорошо к сожалению да данек мне скинул вовки битов я потихоньку пишу просто там знаешь не так просто переключиться с трэп музыки на клауд музыку я знаю все ждут от меня клауда старого я хочу сделать пару треков там спасибо спасибо когда фит с ян нуди да хотелось бы очень сильно фитануть с ним давай связь далер связь умею ли я играть в футбол ну то я такой сомнительный игрок в футбол но в детстве я играл в мини футбол в зале любил даже в свое время big baby классно классно делает я уже в тысячу раз говорил уже тысячу раз спрашивали классно делает жалко что неправда все но тем не менее хорошо круто придумывают хорошо звучит хороший звук хорошие биты классные панчи была бы правда еще все так вообще в цены не было от души от души я тоже надеюсь что все получится очень хотелось бы фит слушай я на связи с наром не знаю пока что он просто делает чуть-чуть совершенно другую музыку она не очень лежит к моей душе то есть он делает такое широк смешанный с трэп музыкой с рэпом но есть у нее и просто обычный обычный не смешанный стиль не знаю конечно будет скорее всего что-то интересное впереди надеюсь и 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 разноцветными и всякими ребятами просто у меня чуть другое мнение мне без разницы сколько у тебя подписчиков мне без разницы сколько ты вкладываешь в клипы мне без разницы сколько у тебя менеджеров и денег мне важно как ты это делаешь и что-то доносишь до людей как-то так я не грустный и не обкуренный у меня все отлично пацаны клипы будут по новым трекам слушал мне не слушал не за что не за что мужик не за что знаете я всегда еще задаюсь вопросом таким вы столько всего интересного можете наверное узнать от меня и вообще прикольных действительно вещей но никто из вас не задает вопросов нормальных я бы и мне всегда очень интересно почему так происходит типа вы настолько деградировали что вам вообще нихуя не интересно или типа я не понимаю немного все настолько хуево или или все-таки нет привет кирюха я в порядке вот например есть очень маленькое количество людей которые задают какие-то более-менее адекватные вопросы мне на них даже приятно иногда ответить но то что задаете вы ребят это то что вы вообще пишите я уже тысячу раз же говорил ваша жизнь не поменяется в лучшую сторону от того что вы будете писать там какую-то не ненависть какая-то что-то будет у вас кипеть или зависть или еще что-то я не знаю но ваша жизнь от этого она в лучшую сторону она не поменяется я не вижу я не вижу смысла даже в том что что вы пишете реально интервью не будет больше никаких будет одна вещь которую мы давно хотели сделать я не буду пока говорить но после просмотра да хотя у вас не встанет уже ничего на место это точно говорил будет интервью с кем-то я не юзую фрибиты да братан я уже не удивляюсь ты же видишь я уже как-то видишь ну типа абсолютно лояльно отношусь к этому меня не злит уже меня типа мне не мне не смешно и меня не злит я уже знаешь его так двигаться надо наверх я не юзую фрибиты да я плачу за них деньги лера я жду кирилла у них сейчас сиеста я иду сейчас сиеста просто там все одно и то же все одно и то же все одно и то же ух супер супер я супер жду кореша сейчас пойду сейчас пойду зубному врачу пора зубы делать а то выгляжу блять как по малолетке знаешь вышел только как везде когда делаем и пи слушай я кирюха пока не знаю когда мы сделаем и пи меня пока что-то не очень вдохновляет я так пишу но не так часто как хотелось бы а ты-то как надь как вообще дела как валенсия как футбол когда альбом да да сколько денег поднял за последний альбом зачем вообще такие вопросы задавать ну чё ты пришла аж там в себя правильно трюк ждем руся трюк ждем трюк от тебя на скейте ждем и Продолжение следует... Гребля для тебя как вид спорта норм? Что за вопрос, мужик? Для меня любой вид спорта это уже здорово. Спорт это вообще здорово. Мне без разницы, каким видом спорта ты занимаешься. Если ты занимаешься спортом, значит ты красавчик. Расскажи какую-нибудь историю, когда в России жил. Помню, у меня был друг, надеюсь он и сейчас есть, Толик с Юго-Запада. И мы поехали... У меня был друг, точнее не было и сейчас есть, Костик грецкий и Толик с Юго-Запада, такой тип. И мы поехали кататься в Карабицыно на сноубордах. И мы так укатались и, естественно, после того, как мы покатались, часов шесть мы гасили. Мы сильно обкурились и Костя был за рулем, у него был Volkswagen Polo, по-моему, или Golf 5, я не помню. По-моему, Golf все-таки был. И мы ехали обратно и на одной из заправок, когда мы брали French Doggy, это было на... Да, по-моему, на Несте, это было. Мы уже ехали дальше и на полпути где-то через час Костя начинает задавать вопросы Толику. И в ответ мы слышим молчание. И в итоге так получилось, что мы забыли его на заправке обкуренной. Это было очень смешно. И мы пришлось возвращаться за Толиком. Это было смешно. Пиздец. Крик вообще. Толик еболик. Да, было очень смешно, Натя. Да, был дикий смех. Прикинь, просто кореша оставить на заправке, пиздец. Как так можно? Просто как? Как надо обкуриться, чтобы забыть чела на заправке? Толян, да, с наклейкой Бутанг на весь капот гонял. Все верно говоришь, Рунар. Да, было очень много веселых моментов, на самом деле, в России. Но также было много грустных моментов. Три. Под окнами. Под какими окнами ты стоишь? Толик, конечно, брат. Легенда. Легенда, легенда. Ред Дед Редемшн очень хорошая игра. Советую всем поиграть. Даже моя девушка играет в Ред Дед Редемшн. Нахуй Россию. Почему нахуй Россию? Зачем ты так говоришь? У вас просто потребительское отношение к своей стране. Вы ей пользуетесь, но вы не пытаетесь сделать ее лучше никто из вас. К сожалению. Хотя у вас есть возможности. Просто начать надо с себя. Да. У вас все может быть. Вообще абсолютно все. Все то, чего вам так не хватает, вы все можете получить. Просто у вас нет желания никакого. Все просто. Слушайте, про книги многие разные читал в тюрьме. Расскажи о Юэй Кит. Что вам рассказать о Юэй Кит? Хороший пацан, добрый. Разбирается в том, чем он занимается, слава богу. Иногда глуповатый, но это пред Лука. Но это только из-за того, что он молодой. Я когда был в его возрасте, я был хуже, чем он в тысячу раз. У меня вообще мозгов не было в его возрасте. Я делал, что хотел. Слал всех нахуй. И был, ну, не очень красиво себя вел. Связь, Кирюха. Спасибо. Вы знаете, просто расскажу вам такой небольшой секрет. Небольшой секрет вообще о русском рэпе. Вот, никто из вас, никто из вас не слушает старых, старые треки. Ребята там, например, такие, как Смоки, как Оби-Ван Каноби, Цунами, такой рэпер был в свое время. А потом... Там, на самом деле, Крипл, да, старый. Там, да даже Димаст старые треки, там, когда он первый вообще, кто начал быстрый флоу делать. Вот у вас нет никакого уважения, типа, вообще к старым ребятам, что они сделали. Именно из старой музыки, если ты можешь понять старую музыку и то, о чем там идет речь, да, даже Гуф, конечно, Леха, чего только стоит, бабушка читает газету «Жизнь». Да и вообще у него много треков, на самом деле, крутых было в то время. Вы все абсолютно наплевательски относитесь к этим ребятам. Вы забыли, что они сделали, а они сделали дохуя. Очень, очень много сделали. И, то есть, ну, у них карьера, там, у многих из них, там, остановилась, потому что они, ну, может, там, не так сильно поняли новую культуру, да, которая пришла очень быстро нахлынула, я бы так бы сказал. Прямо, прямо, прямо какой-то, не знаю, взрыв произошел в новой музыке. И вы должны были учиться складывать рифмы и слова именно, если вы русский человек, у них, у всех, а не у ребят, которые сейчас что-то пытаются сделать. То есть, я учился у них. Мне не стыдно говорить, что я учился у них, потому что в то время, когда я рос, не было вообще ничего особо интересного, что можно послушать. Да и вообще рэперов щемили, блядь, в мое время. Останавливали на улице, там, спрашивали за одежду, там, за все. Просто надо понимать и старую школу, и новую школу, и ценить, ценить заслуги людей. Это то, чего вы не делаете. Вас сейчас больше интересует, какое количество подписчиков, какое количество просмотров, какое количество цифр вас интересует. Но это не... Это глупо. Это очень глупо, и я бы на вашем месте перестал этим заниматься, потому что... Так вы придете... Ни к чему вы не придете. Как-то так. То есть я могу послушать и старые треки Biggie, могу послушать Tribe Cold Quest, могу послушать Sean Price, Mob Deep, я могу послушать очень много качественного, крутого рэпа старого, но и также я могу послушать... Не знаю, Skim Mask, а также я могу послушать Smoke Perp, также я могу послушать кучу-кучу нового рэпа, и я пойму все, потому что я прошел абсолютно все этапы, как рэп менялся и что с ним происходило, да. Начиная с бум-бэпа и классического рэпа 90-х годов, Golden Age, потом появился и сап-роки, и Райдер Клан, трилл музыка появилась, она вытекла из всей южной культуры, фрисекс-мафии, всего вот этого. То есть, на самом деле, рэп, он всегда развивался просто, наверное, в России просто наплевать на афроамериканскую культуру и вообще на черномазах, потому что вы до сих пор на них смотрите, как в зоопарке. К сожалению, то, что вы угораете, вот это не надо лезть в хип-хоп, так вы туда и никогда и не залезете, потому что у вас мозгов не хватает. Больше доброты должно быть, ребята, больше доброты к тому, чем вы занимаетесь и то, что вы любите. Правильно, Лука, говоришь, добро и любовь. Добро и любовь, они спасут мир сто процентов. Только это и спасет. Просто очень живет много нехороших людей, которым совершенно наплевать на других людей, да. То есть, меня там спрашивают часто, что у меня хуевое настроение, там, или я не знаю, чем я расстроен. Да, просто, наверное, мне не насрать на людей, которые в говне живут. То есть, которые еле, да, сводят, типа, концы с концами. Мне, наверное, на них не так насрать, как вам всем. Я думаю о них иногда тоже. Задумываюсь. На любых злых дядек, на любых злых дядек найдутся позлее, я тебе так скажу. Это пиздец ты, Вася, на общую кидаешь. Ты не прав абсолютно. Ты знаешь, про кого я говорю. Просто тебе признавать не хочется. Это. И я никого не кидаю в общий котел. Потому что куча людей, с которыми я общаюсь, дружу, они также добиваются своих целей по жизни. И у них все отлично, все хорошо. Просто, наверное, им больше наплевать на все остальное общество, чем мне. Как-то так. Что с бухим батей делать? Ничего. Зачем тебе взрослому человеку что-то объяснять? Какой он взрослый человек, если он бухает и показывает пример своим детям? Какой пример он показывает? Никакого примера он не показывает. Собери вещи и уйди от него, и все. Живи своей жизнью. Людей некоторых не поменяет.